Издательство Бомбора. Океан книг. Эдлай Стивенсон II. Вступление. В 13 лет в Вене я прочитал «Толкование сновидений» Зигмунда Фрейда на немецком языке. Меня совершенно очаровало то, как медленные методичные расспросы Фрейда в конечном итоге приводили к открытию глубоко спрятанных конфликтов его пациентов. Именно в тот момент, много лет назад, я решил стать психиатром. Годы шли, я наконец освоил эту профессию, но меня по-прежнему завораживали сны бессознательно. Однажды, когда во время сеанса я разбирал с молодым человеком его сон, пациент вдруг без малейших действий с моей стороны начал плакать, как маленький ребенок. И успокоился лишь через 10 минут. «Что произошло?» – спросил я его. Он сказал мне, что мысленно увидел себя в детской кроватке, плачущем в попытках позвать маму. Затем он вспомнил, что видел свои детские фотографии, и на некоторых из них он лежал в голубой кроватке, тогда как в возникшем воспоминании она определенно была белой. Это несоответствие его смутило. Я предложил ему задать этот вопрос матери, и он узнал, что когда он родился, из-за нехватки денег его родителям пришлось на время взять детскую кроватку у соседа. Именно она и была белой. Несколько месяцев спустя они смогли купить ему новую кроватку, на этот раз голубую, и на фотографиях запечатлели уже ее. Я был одновременно заинтригован и озадачен этим опытом, поскольку на протяжении всей учебы сначала в Торонцком, а затем и в Гарвардском университете мне внушали, что люди ничего не помнят о периоде до двух лет. И все же, продолжая заниматься психиатрией, я неоднократно сталкивался с пациентами, которые рассказывали мне о событиях далекого прошлого, начиная с младенчества, рождения или даже жизни в утробе матери. Некоторые из этих воспоминаний, возможно, возникли из-за подслушанных разговоров членов семьи или были подчерпнуты из фотоальбомов или видео. Однако значительное число из этих материалов и сведений было бы нелегко получить. Их подтвердили доказательства, предоставленные родителями, больничными картами и другой документацией. Я задавался вопросом, как объяснить эти воспоминания с научной точки зрения. Именно тогда, после долгих исследований, изысканий и личных контактов с коллегами в области акушерства, психологии, психиатрии и других наук, я написал книгу «Тайная жизнь ребенка до рождения», которая опубликована в 27 странах и продолжает пользоваться широкой популярностью. В то время, почти 40 лет назад, у меня имелось множество убедительных научных доказательств, подтверждающих центральную мысль моей книги. «Ребенок в утробе матери – это чувствующее, воспринимающее, сознательное и запоминающее существо». По крайней мере, начиная с третьего триместра. Однако у меня почти не было научных доказательств, подтверждающих познание любого рода, которое происходило бы раньше этого момента. Конечно, учитывая скорость развития и изменений в биомедицинских науках за последние десятилетия, 40 лет – это практически вечность назад. Многое из того, что сейчас известно в области клеточной биологии, генетики, и, что более важно, эпигенетики, не только подтверждает мои утверждения из тайной жизни, но и позволяет мне выдвигать новые смелые концепции в этой книге. К написанию «Воплощенного разума» меня подтолкнула статья, которую я прочитал 6 лет назад. Ее перепечатали из журнала Reuters Science News, озаглавив как «Крошечный мозг – не препятствие для французского государственного служащего». Кажется, в июле 2007 года 44-летний француз обратился в больницу с жалобами на легкую слабость в левой ноге. Когда врачи узнали, что мужчине удалили спинномозговой шунт в 14 лет, они провели многочисленные сканирования его головы, благодаря чему обнаружили заполненную жидкостью камеру, которая занимала большую часть пространства в его черепе, оставляя лишь тонкий слой настоящей мозговой ткани. Это был случай гидроцефалии, буквально «вода в мозге». В статье приводилась цитата доктора Лайонелла Фие из больницы Делла Тимон в Марселе. «Изображения были невероятными, мозг практически отсутствовал. Пациент был женатым отцом двоих детей и работал государственным служащим, по-видимому, ведя вполне нормальный образ жизни, несмотря на то, что его череп заполняла спинномозговая жидкость и почти отсутствовала мозговая ткань. К моему удивлению, я обнаружил в медицинской литературе поразительное количество документально подтвержденных случаев, когда в детстве людям удаляли части мозга, чтобы вылечить их от эпилептических припадков. После гемисферектомии у большинства детей наблюдалось не только улучшение интеллектуальных способностей и общительности, но и очевидное сохранение памяти, индивидуальности и чувства юмора. Аналогичным образом взрослые, перенесшие гемисферектомию, демонстрировали долгосрочный контроль над приступами и поразительное повышение трудоспособности после операции. Если люди, у которых отсутствует большая часть мозга, могут жить нормально или хотя бы относительно нормально, то, подумал я, в организме должна существовать какая-то резервная система, которая может сработать при сбое основной. Следующие шесть лет я посвятил изучению научной литературы в поисках доказательств, подтверждающих мою догадку. Я обнаружил, что хотя многие исследователи внесли большой вклад в продвижение науки в своих областях, никто по-настоящему не обобщил эти знания, не сопоставил факты и не подумал о решении этой головоломки. В воплощенном разуме я постарался сделать именно это.